1. Поприветствуй, зрителей Полтон. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами комментатор Никита Петров и Полтон Альфелин. И у нас вторая партия очень печального матча для участников. Да, администрация ведет с довольно крупным счетом уже. И латышский гамбит, не самый, наверное, удачный ход конца 3, потому что теперь после фьерконе 4-5 черных полноправная контр-игра. Но Кирилл играет сушку. Кирилл упорствует в своем желании получить плохую позицию, и D4, кстати, очень-очень четко, по-моему. Ну, это самое, если бы он срыватель, то бы не проходишь. Вопрос в том, какую пешку сейчас Александр возьмет. Конь E5, я думал. Да, правильно. Ну, конь E5, разумеется, правильный ход, вопрос был в том, чтобы сыграно. Ну, в принципе, уже, мне кажется, безнадежно. Ну, да, близко выиграно. Ну, это пока мало о чем говорит, конечно. Да. Слон B4 надо играть черными, наверное. Что же делать еще? Слушай, как Кирилл с латышским гамбитом до 3000 дошел, это фантастика. Не знаю даже. Ну вот, что ему, кроме слона B4, можно предложить? Ферзь E7 какой-то. Да, Сэ. Ферзь E7, конь D5, правда. Ферзь E5, слон F4. Ну да, это понятно. Ну а что делать вообще? За 6. Видимо, он жертвует пешку и хочет быстро развиться. Ну, это довольно спорная идея, если честно. Ну, слон G7 надо. Сказал А, говори Б. Ну, что он нам отыграет? Загадочно. Такого матурика пошел там. Ну, FF D5 можно просто пойти и что делать? Ну, это хороший вопрос. Конь H6. Ну, кто-нибудь, как-то так, ну, продлевает, ну, немного. Ну, тут не должно такого держаться, честно. Нет, объективно, конечно, у Белых уже выигранная позиция. Ну, не знаю, я все равно ставлю на победу Кирилла в этой партии. Ну, я не знаю. Все-таки, ну, должны, должны 1600 пунктов сказаться. Знаешь? Ну, вот уже начинают сказываться. Ну, ход-то неплохой. Ну, конечно. Ну, хотя бы, ну, все равно безнадежно. У Кирилла, у него весь, у него FF 4 и все стоит. Вот его на земле уже. Ну, FF D5-то сейчас уже. Не, FF D5 сыграна не будет. Ты плохо понимаешь женскую логику, Платон. Просто еще молот. Да, все у нас специалисты. Ты просто, ты просто молот еще. Не приходилось часто сталкиваться. Ну, вот. FF D5 сыграна не будет. Скорее всего, будет сыграна слон D4. Я, видимо, я совсем изнаток. Вашей логике? О, FF D5! Ты смотри. Ну, слон C5 теперь просто. И что делать? Сдаться? А, ферзей 6. А, ферзей 6? Надо сдаваться. Я не сомневаюсь. Ну, и тут, тут FF D6. Ну, еще много борьбы, кстати. Ну, после FF D6 до E. По-хорошему сдаться надо. Не, не, почему сдаться? Как, почему сдаться? Как ходить белыми? Ну, FF D5 пойдет он. Ладно. Не надо сдаваться. Я предсказываю сейчас ход FF D5 и FF D7 мат. Да, 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 да. Предсказывай. Надеюсь, Килим тебя ослышал. FF D5 первая линия. Ну, если сразу надо, видимо, конь E7 ходить. Ну, да. Ну, конь E7... Все равно побился на конь E5. Ну, что делать? Король F7. НС7, ЛДБ8. Из последних сил. И он так, что совсем нехорошо после конь E5. Но он E5 имеется в виду. Ну, я HE1, все фигуры, это и все. Кирилл не видит ход слон E5. Я в этом уверен. Но все-таки Ди, но все-таки делает его. Не видит, но делает. Не понимаешь ты мужской логики, Кирилл. Да, как-то я в женской лучше разбираюсь. Ну, что, может еще? Кто? Может еще байба? Слон D6. Байба? Слон D6, ЛДАЕ1, конечно, все равно. Я уже жду ЛДАЕ1 код. Да, F4. Неплохо. Ну, вот Диа1, наверное, еще сильнее было бы. Я иду уже, будь с этого. Мне тошнит их позиция, черт. Не, ну Кирилл с другой стороны борется, но... Раз он творил такой ерунды в дебюте, ну что-то ж надо делать. Он натворил ерунду, куда вторым ходом F5 пошел. Ну так все... Об этом все знают, кроме Кирилла. Это и так понятно. Ну, видимо, ему просто нравятся ужасные позиции. Причем, социалка ему чем-то не нравится, а вот эта вот, эта фантастика, людей здесь лучше у черных. Не, ну ЛДАБ-ЛДАБ-8. О, боже. В общем, коня-то отдавали. Ай-яй-яй. Ты мне раздаться, да, да, я не понимаю. Нет. Вот, блядь. Верим, верим в черных. Нет, я не верю в черных. Зачем мне это выгодно, я имею в виду? Ну, вообще, на редкость бездарная, конечно, Хирилла. Развитую партию, просто шок. На КР-8, блин. Ну, ну, сейчас вот, сейчас я думаю, какой-нибудь ладья на КР-6 какой-нибудь ладья Д-4 прикончит. Ну, должно. Понятно. В Александру вселился дух одного из комментаторов, судя по всему. Ну, Ж-5 единственный ход. Ну, аж-4 может, какой-нибудь. Аж-4, Ж-4. С-3. Ну, а что? Раз уж на борьбе с тобой до конца. Ну, аж-4 просто и все. Ни-6 все, подожди. Да, ну, что ты делаешь? Король в 7. Ну, вообще, конечно, я не верю, что белые могут не выиграть эту позицию. Даже, ну, я верю в белых, я верю сейчас, когда Кирилл пришел в 5 вторых ходов. Продолжаю. И вообще, не кажется, что Александра особых ошибок в этой партии не допустила. Вот сейчас я... Все пидаевки, тут я такого... О, Господи. Так, ну... О, Господи. Да, веселая партия, конечно. Ну, по-хорошему матов надевать. Не, ну, как бы... Один-он. Порпеда! Не знаю, не знаю, зачем Кирилл сдался, я бы тут играл до конца, конечно. Ну, а что тут играть, Кирилл? Ну, после АЖ Матслон, Д5, да? Ну, да. Ну, в общем, спасибо обоим соперникам за игру. В общем-то, счет 1-1, довольно неожиданный, на мой взгляд, учитывая такую чувствительную разницу в рейтинге. Заметьте, Кирилл сам такой рейтинг сделал. Для вас комментировали Ита Петров, Платон Гальперин. Всем спасибо за внимание. Ждите, ждите новых матчей. Александр, молодец.